всем привет сегодня у нас с вами небольшая распаковка и будет тестирование и так давайте посмотрим что пришло первой посылки а это уже наверное не частенько она встречается эта штучка это для натирания чеснока имбиря шоколада может быть срок можно натереть там классная удобная штучка и она недолго останавливаться не буду она уже была у нас не один раз распаковках а уже всех своих друзей и родственников снабдила этими штуками терочками такими следующее следующий это у нас фрезочка фреза уже тоже она не один раз была мне нравятся такие фрезы очень в работе они удобны маленькая такая классная фрезочка я много их заказала ну чтобы были всегда в запасе потому что как бы они слишком долго не хватает здесь у нас следующий вот такой брелок брала с друзьями дешевле что-то он рублей 20 стоил такая вот девчулечка у нас так на 20 рублей и и тянет она тапки не тут снимаются можно и деткам поиграть дать а я что-то с ногами у нас беда лучше не снимать вот такой вот брелочек веселенький так дальше последняя посылочка здесь у нас гель-лак гель-лак у нас розалинт номер п-04 как обычно стеклянные бутыльки объем 7 миллилитров но я думаю говорить тут не о чем тоже все знают что к чему и мы с вами выкрасим сейчас его до что-то такое у меня девочки лампе что-то валится не хочет она у меня стоять так вот такой вот он интересный тянется такой здесь какие-то вкрапления тут эффект то ли плюш то ли что я не знаю но кто он сопливый прямо ну давайте посмотрим бутылю кстати полный дать попробуем как он будет снатип сачки у нас смотрится ops падает ой мамочки не знаю как он будет смотреться но в один слой как-то что ты как-то не о боже мой девчонки мне по консистенции он вообще не нравится может быть он за счет этих волокон который в нем содержится такой сопливый вот как бы если долго возюкать эти волокна собираются сейчас на раз нанесем посмотрим что-то мне как-то не очень там кстати разные были цвета я взяла вот такой розовый какой-то он не розовый грязно-розовый но пока ничего не видно также меня в принципе пока ничего не видно сейчас мы это дело просушим и посмотрим что там будет на втором слое капец какой-то по-моему вот смотрите я просушила вот на один слой я не знаю как то некое то непонятное впечатление как же фокус ловить чтоб вам все видно то было как-то не знаю что то мне не нравится может быть каким-то там дизайном дополнить декором каким-то может быть будет и получше и вот я нанесла подложку в цвет вот этого кель-лака то есть вот светлый вот этот самостоятельный а это с подложкой вот с подложкой еще более-менее видите там вот эти вкрапления вот эти ворсинки ну не знаю если обыграть там с как каким-то дизайном там может стемпинг или еще что то может быть будет и ничего а так как бы мне хоть неоднозначное какое-то у меня впечатление так ладно ну и давайте мы с вами протестируем пластиночки с прошлых распаковок это у нас николь даре мы с вами даже не останавливались так глянули просто и все это вот такие вот у нас здесь получается что тут у нас как ну где фокус то боже вот такие для луночек рисуночки сейчас мы уберем пластинку ой еще пленку проблема проблемная пленку убрать вот на вид вроде бы она хорошая не поцарапанная все отлично ну и вот эта пластина правда я уже ей попользовалась однажды пробовала вензелёчки вот мы сейчас с вами попробуем и у нас гель краски я обещала что будет обзор когда придут мне остальные не гель краски краски для стемпинга но мне стоит значит в алиэкспресс заказе что заказ доставлен заказ я не получаю соответственно открывая спор и не идут они мне вот этот не культари мы с вами золотистый не пробовали и вот эту вот гель краску для стемпинга я брала в красном цвете и хочу попробовать будет ли на нее отпечатываться фольга итак давайте с вами попробуем начнем вот с этой вот золотой красочки лачка пахнет кстати обычным лаком ну вот я пробовала обычным лаком но у меня почему то обычным лаком ничего не получилось ну не знаю может быть я пробовала когда еще только 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 начинала у меня еще не было толком не штампика путевого ой смотрите как красиво офигеть укра классно все отпечаталась вообще четко каждая линия смотрите как классно красиво у меня уже радует да меня уже она давно порадовала уже вензелёчки пробовал но красота и краска прямо классная так давайте еще пару рисунков то попробуем я же сама то попробовала вы же не видели вот мне вот эти нравятся вензелёчки очень прямо нравится вообще все четко отлично давайте еще что-нибудь вот эти вот хочу вот сейчас что тут а я штамп не почистила так захвачу чтобы несколько вот даже штампик чистила и то все отлично перенеслось ну сейчас наверно уже ну уже подсохло да ну то есть пластина классная рабочая мне понравилось так ну и вот здесь еще давайте вот это попробуем а ту пластиночку мы попробуем другой ну супер все классно вообще красиво мне нравится пластина классная все работает классный лачок вот эта красочка для стемпинга ну и больше всего меня интересует гель краска да кстати это была пластина у нас GR57 а это Никольдари 056 вот на ней мы и попробуем вот эту краску так но она пигментированная ее даже с пальцев трудно оттереть не знаю как с пластины будет ну сейчас проверим так давайте забиваем рисуночек краской этой кисточку кисточку взяла которую мне не жалко ну тут можно и не торопиться в принципе краска никуда не убежит вот этот штампик попробуем вот вот печатается хорошо но видите если плохо снять вот эти вот штучки отпечатываются тоже полоски но я думаю что они наверное и на пласть на ноготок тоже отпечатываются ну ладно сейчас попробуем отпечаталась тут плохо видно но отпечаталась на типсу отпечаталась на бумагу не видно вам сейчас покажу вот и еще и осталось на штампе еще на бумагу отпечаталась то есть три раза замечательно отпечаталась так выскакивает штамп у меня и еще девочки я подсмотрела у Ани Хоменко по-моему ей кто-то подсказал чтобы штамп от этих красок хорошо отпечатывался его нужно чуть-чуть подсушить в лампе и он тогда с первого раза очистится ну и давайте попробуем вот этот рисунок покрупней и посмотрим в лампе маленько просушим получится ли у нас с вами отпечатать что-то знаю то ли жестче нужно пластину потому что нужно вот вроде бы все убралось так так все конечно же отпечаталась но отпечаталась плохо я вам скажу потому что я много сняла краски видите получились пробелы значит это дело мы все очищаем и пробуем по новой пробуем по новой потому что у меня я брала вот единственную вот эту краску попробовать взяла красную потому что у меня красная есть но она какая-то такая жидкая не пигментированная я решила взять попробовать вот такую попалась она мне дешевая и опять та же самая история или скатывается она с этого штампа или я ничего не понимаю что происходит давайте другим штампом попробуем потому что тем штампом же отлично все перенеслось или может быть снять попробовать в другую сторону так вот тут более-менее снялось так давайте пробовать я ушла из кадра конечно же молодец все отпечаталось теперь чуть-чуть подсушу в лампе буквально несколько секундочек и попробуем отпечатать фольгу так 5 секундочек я посушила так я взяла у меня вот такая есть фольга вот я взяла ее и попробовать вот и попробуем сейчас печатает она или нет нифига потому что наверное плохо просушила но попытка не пытка мы попробуем же еще раз да она не просохла вообще за 5 секунд но ничего страшного будем пробовать еще раз вот когда что-то новое и ни разу не пробовал блин и не получается с первого раза кажется все закинул бы и больше не пробовал и не охота но мы не ищем легких путей нам же хочется чтоб все получилось вот отпечатан ну блин как-то не знаю отпечатывает конечно классно сейчас подсушу и посмотрим и посмотрим получится ли у нас отпечатать или нет так подсушиваем пока почищу штампики посмотрите что делается вываливается у меня штамп так никогда такого не было прилипает сильно так ну думаю наверное хватит все таки уже сушить так давайте попробуем что у нас тут просох нет она не просохла 20 секунд и она не просохла ждем еще пока она там сохнет попробуем еще один рисунок но опять же отпечаталась все хорошо так блин я не знаю как-то что-то мне не нравится потому что как-то вот это не снимается путем много снимаешь вот эти полоски разводы наверное все таки по жестче карту надо вот так если попробовать сейчас еще раз попробую ну так почище и пробелы получаются какие-то прям беда какая-то не знаю вот перышко перышко отлично получилось перышко получилось так просохло положу перышко сушиться мы давайте будем пробовать фольгу сейчас получится нет ну что-то получается но опять же надо значит пересушила вот надо время подгадать ну что видите где-то отпечаталась а где-то нет надо время подгадать сейчас на перышко попробуем сейчас на перышко попробуем может быть на перышко и здесь же опять отпечаталась вот видите как сколько она должна сохнуть сейчас попробуем на перышко так 40 секунд просушила она не просохла за 40 секунд то есть если вы берете эту краску не знаю может быть еще буду пробовать может быть что-то получится но за 40 секунд она не просохла в 24 ваттах вообще видите смазалась все то есть сушить нужно двойное время это вообще короче мне не понравилось пока но будем пробовать может быть краска такая что она не просыхает девчонки она сохла у меня больше минуты и она у меня с одного бока не просохла смотрите понимаете что то есть либо нужна лампа помощнее но я взяла лампу которая всегда тестирую на 24 ватта сам 9 с у меня ну ну так неприятно конечно не знаю не буду я деньги тратить больше на такую краску и как бы если вам надо пожалуйста можете заказывать ну я разочарована давайте еще попробуем пластину другим печатать другой краской все таки давайте вот этот рисунок ну отлично пластина работает отлично классная пластина то есть то есть украска у меня лула ну отлично четко все вообще давайте еще рисуночек какой-нибудь и закругляться будем здесь у нас прям такие тоненькие линии хочу ее попробовать классно все вообще четко посмотрите вообще супер так сейчас мы куда-нибудь ее тоже отпечатаем на светленькую ну ну я уже тут скосила ну ладно понятно же что все ровно ой ровно все печатает все классно не девчонки пластина классная все на этом мы тестирование с пластинами закуп итак вот это товары что у нас были в распаковке сегодня фреза брелок терочка и вот этот непонятный ну пока для меня непонятный гель лак не знаю может быть найдется для него какое-то применение но пока я как-то ну не знаю девчонки может быть вы подскажете ну как-то что-то непонятное мне как-то почему-то какой-то не знаю не знаю я я как-то не впечатлена им ну вот такой ну если вам понравилось вот номерок п04 ну вот он непонятный такой с какими-то ошметками гель лак ну ладно что теперь так также мы протестировали красочку николь дари отлично работает для стемпинга вот рисунки и она у нас вот эту пластиночку тестировала эта краска для стемпинга пластинка гр 57 отлично работает прям советую классная пластина рисунки все отлично печатаются также мы тестировали с вами вот эту гель краску для стемпинга розолинт в красном цвете а 253 ну на вот этой пластиночки пластиночку мы тоже протестировали николь дари 056 ее мы тестировали вот этой краской да и вот этой вот краской для стемпинга лула коричневая пластина тоже супер пластину прям советую отличная работает классные рисунки хорошая пластина ссылки оставлю по поводу вот этой краски я не знаю как у кого так сейчас я вам подождите минутку вот еще отвлекусь вот на типсачках у нас эти рисунки краской вот они тут как у кого эта краска работает я не знаю но мне она не понравилась не понравилась в каком плане во первых непонятно как ее снимать с пластины но может быть это я что-то неправильно делаю если кто-то знает в чем дело подскажите как правильно во вторых либо она для мощных ламп но в 24 ватта за одну минуту она не просохла с одной стороны с одной стороны она подсохла где-то фокус не хочет с одной стороны она подсохла что-то там ну не знаю не знаю не знаю тоже пока непонятен для меня вот этот материал если кто-то знает как правильно может быть я что-то не так делаю напишите пожалуйста мне в комментариях ну а на сегодня все на этом будем с вами прощаться всем пока пока увидимся с вами в следующих видео в следующих видео вот Продолжение следует...